Ребят, привет! Давно не виделись, с вами как всегда Джамбу Макс и сегодня мы поговорим о ситуации с Xbox в России спустя один месяц. Да, извиняюсь, что немного пропадал из виду, но некая депрессуха и отсутствие реально годных игровых событий дает о себе знать. Есть, конечно, в планах снять кое-что, но это будет не так уж и тесно связано с играми, но если вы поддержите, то буду очень рад. Да и буду рад, если и этот видос поддержите лайкусиками и подписками. Спасибо! Спасибо! Начну с того, что уже как месяц назад Microsoft объявила о том, что приостанавливает продажи своих товаров и услуг на территории Российской Федерации. В связи с этим пристановились продажи Xbox, подписок и прочих устройств, которые были от Microsoft. Но если же консоли кого-то были куплены, то это полбеды. Основная беда была в том, что в связи с этим пристановились продажи и игр, которые находятся в Store. И да, если что, по сей день у вас не пройдет платеж при покупке тех или иных видеоигр со Store. По сути, прошел уже месяц этого объявления и знаете, иксбоксеры привыкли и дискомфорта не имеют, в отличие от игроков, плойки. Да, конечно, пару недель назад была жесткая ситуация по поводу недоступности купленных игр на иксбоксе. Я на самом деле в тот момент вообще капец как испугался, ибо такие вот ситуации уже были. Да, но они чаще всего сопровождались предупреждениями по типу, ребята, Xbox Live лежит, типа без паники. Но когда была такая вот ситуация совсем недавно, такого не было. И кроме как офигеть ситуации, ничего сделать по сути было нельзя. Поскольку купленный контент вообще никак не запускался в течение около получаса или часа, исходя из того, что на какой-то срок заблочили возможность играть в купленные игры Microsoft в Steam, что можно было думать в этой ситуации? Но это был либо сбой, либо что-то еще, фиг его знает. Но это решилось само собой в ближайшие часы, и это хорошо. В плане приобретения игр на иксбоксе, спустя целый месяц у ребят осталось опять же те же самые два варианта. Либо покупать игры на дисках, поскольку игры через цифру у официалов и официально вообще никак не привезти, тупо все убрали. Но ситуация с некоторыми играми вас тоже на самом деле не порадует. Кстати, посмотрев на сценник Scarlet Nexus, я, если честно, немножко офигел. Спасибо, подписки, геймпасс. Второй способ радовал, радует и будет радовать я не знаю до каких пор, и это покупка через посредников, которые вам без проблем помогут приобрести игру с другого региона меньше, чем у вас даже в родном сторе. Лично я по этому поводу всегда и всем советую проверенных ребят из X-Games, которые помогут вам реализовать покупку любых игр и подписок. Единственное, они немного долго отвечают, поскольку у них загруженность, а так вашу сделку 100% доведут до конца. И в случае чего там предоставят вам все нужные инструкции по активации, а также доступ к VPN. Кстати, в данный момент идет очень масштабная распродажа, поэтому пока есть время, используйте этот момент и накупите себе по дешевке игр. Лично меня с моими друзьями они вручали не первый раз, поэтому ссылочку на них я оставлю в описании. Консоли, кстати, в официальных магазинах чудесным образом появились и даже есть до сих пор. Правда, они доступны лишь для покупки онлайн, но так или иначе они доступны и доступны уже как месяц. Конечно, не сложно догадаться, что спрос на них сократился из-за цены, ибо тот же Xbox Series X за 90 тысяч или малютку Xbox Series S за 46 тысяч и даже с наушниками мало кто хочет брать, но в нынешних реалиях, повторюсь, что купить дешевле консоль можно лишь, наверное, только с рук. Там на Авито у тех, кто не шагит за нынешнюю ситуацию и кому консоль реально просто не нужна. Что касаемо аксессуаров, то ситуация лучше не стала. И если же у плойки есть некое понижение цены, поскольку геймпады вроде как в какой-то там период стоили около 10 тысяч, сейчас они стоят около 7, то у майков, опять же, ситуация не изменилась. Стандартный геймпад по-прежнему стоит не особо оправданных 9 тысяч рублей, которые я не особо рекомендую тратить. Конечно, мне очень хотелось бы новый простой геймпад, поскольку по тупому случаю у меня появилась просто катастрофическая мертвая зона на стеке, которая, кстати, в последнее время мне реально мешает играть, но с таким ценником я все еще решаю подождать. Кстати, смотря на разницу элитки и обычного контроллера, реально начинаешь смотреть в сторону элитки, ведь разница не такая уж и большая. Как вы поняли, я недавно был в меге Белая Дача, дабы посмотреть, как там обстоят дела с консолями, и несмотря на то, что в магазинах через онлайн их приобрести, по сути, можно, на витринах их как будто и не было. Стоят до сих пор два образца консолей Xbox One, SKX, которых подавно в продаже нет, несколько гарнитур, кстати, от SteelSeries очень советую, и те витрины, которые были забиты раньше аксессуарами, геймпадами, а там стоит сейчас атрибутика всяких игр, фигурок и тому подобных вещей, но не играми самими и не прочими аксессуарами для консолей. И мне, знаете, немножко показалось это странно. Даже по сути той же плойки, которая любит показывать существование своей консоли, также не было обнаружено. Ну, понятно, что типа они там приостановили, но все равно странновато, что консоли типа есть, но их как бы типа нет. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Что касаемо работы серверов, запуска игр, активации котов, потоку и передачи и просто пользуясь службами Xbox, то у консоли абсолютно все хорошо. Ничего они убирать не планируют, все работает стабильно, ограничений нет. Единственное, к сожалению, у Sony есть некоторые ограничения, и поэтому она похвастаться так не может. Но спасибо им за то, что хотя бы дали возможность забирать игры по плюсу. Спасибо за Спанчбоба, я его, кстати, недавно забрал. Ибо самая главная претензия к ним была именно вот как раз таки за подписки. Считайте, люди заплатили, а игры взять не могли. Ну, нехорошо это было. Плюс у плойки бесплатные игры просто так не возьмешь, и это жаль, потому что я хотел бы попробовать новую GTA-шку онлайн. У Xbox же тут все более чем нормально. И игры по голоду берутся, и бесплатные скачиваются, и забираются. И с подпиской Xbox Game Pass Ultimate ты вообще себя комфортно чувствуешь, будто по сути ничего не происходило. Что касаемо игр, которые по каким-то обстоятельствам якобы не будут доступны у нас в регионе, то это ограничение можно будет легко обойти путем смены региона консоли. Но если же у вас подписка Game Pass, то тот же Stalker 2 вроде как будет доступен без проблем. Конечно, после истории вокруг разрабов мало кто ждет с нетерпением эту игру, но так или иначе будет возможность ее поизвать по сути на халяву через подписку. Что касаемо перевода, а именно локализации будущих проектов, то да, тут еще вопрос открыт, как оно будет. Но исходя из того, что не так давно тот же The Gang получил русский субтитр, надежда все-таки осталась. Что касаемо будущих игр не от Microsoft и от Microsoft в том числе, то каждую ситуацию надо будет рассматривать отдельно. Кто-то будет добавлять, ну а кто-то нет. Конечно, в русскую озвучку увериться слабо, но субтитры, я думаю, в большинстве своем все-таки не пропадут. Те, кто переживает, что может быть такое, что Microsoft все-таки уйдет с нашего рынка, то опять же, недавно была информация о том, что полностью они не собираются уходить из нашего рынка из-за некой социальной ответственности, которая лежит на них перед обычными пользователями. Это на самом деле очень радует, что хоть кто-то на мгновение понимает, что обычный пользователь тут вообще ни при чем. И как-то ставя на них ограничения, в общем-то они ничего и не изменят. Я же лично спустя этой ситуации также какого-то дискомфорта не ощутил. Если надо, игру написал ребятам из X-Games, гоняем в онлайн, прохожу потихоньку какие-то одиночные игры, да и в общем-то все. Единственное, в последнее время реально как-то утихомирились новости, анонсы, и по сути сейчас нету каких-то новых классных игр, которые я бы с нетерпением ждал. Но это, как я понял, отличная возможность перепройти то, что когда-то хотел пройти, поэтому в последнее время я просто гоняю в Days Gone. Обязательно пишите, чем вы занимаетесь в последнее время, как у вас прошел месяц спустя всей этой ситуации. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok